Большой разговор с губернатором. Здравствуйте. В эфире телеканал Адон-24, программа «Главные о главном». Последний месяц года и время подводить итоги. Сегодня мы об этом будем говорить с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Добрый день, Василий Юрьевич. Главным редактором телеканала Адон-24 Анастасия Натальевич. Программ-редактором радио «ФМ» на Дону Инной Панфиловой. И главным редактором информационного агентства «Дон-24» Виктором Серпионовым. Главное событие последних дней, Василий Юрьевич, я считаю, это жеребьевка чемпионата мира по футболу. Я человек далекий от футбола, я даже не болею, хотя вот этот чемпионат, конечно же, буду смотреть и болеть. Вы сказали, что жеребий любит Ростов после жеребьевки. Что это означало? Ну, во-первых, болельщики, да и, собственно говоря, не болельщики, но которые проявят наверняка интерес к чемпионату, хотят видеть интересные команды, лидеров мирового футбола. Один из них оказался среди участников турнира именно здесь, в городе Ростове. Это раз. Второе... Это Бразилия. Это Бразилия, да. Команды, которые будут участвовать в одной-восьмой, а этот матч тоже состоится в Ростове, определятся в ходе турнира. И надеюсь, что у нас тоже появится гранда мирового футбола. Ну, и, собственно говоря, мне кажется, что уже сегодня активность проявили команды сразу после жеребьевки. Они приехали сюда, в Ростов, например, в Саудовскую Аравию, которая ищет себе место для постоянного пребывания здесь на время чемпионата. Ну, вот это я имел в виду, что у нас есть интересные команды, которые, мне кажется, будут интересны всем, кто придет на стадион. — Василий Юрьевич, самый крупный проект, который был задуман к Чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропортовый комплекс Платов отправляет и принимает самолеты. Развивающемуся Ростову, конечно, был нужен новый аэропорт. Мы много говорили о его строительстве. А какие плюсы пассажиры почувствуют? — Ну, начнем с того, что наш аэропорт действующий, аэропорт, у которого не очень большая взлетно-посадочная полоса, далеко не все самолеты могут приземляться на спорту. Ну, и одно из принципиальных условий, которое подталкивало нас к тому, что необходимо строить новый комплекс, новый аэропорт, — это все-таки безопасность. Не так давно в прессе я в очередной раз прочитал, например, информацию, что аэропорт Ростова — чемпион России по выкатыванию самолетов. Ну, действительно, в течение года, и прошлого, например, у нас был не один случай, когда самолет не хватало взлетно-посадочной полосы, самолет выкатывался за его пределы. Это безопасность, и это номер один, если говорить о авиационном сообщении. Новый комплекс существующий — это новая зона развития Ростовской области, и уже в декабре месяце состоится очередное рабочее совещание, доклад с участием экспертов, специалистов по развитию той территории, которая примыкает теперь уже построенному аэропортовому комплексу. Там планируется самое разное направление развития, и новые комплексы, терминал почтовой связи, наверняка гостиничные комплексы. Сегодня бизнес интересует и возможность размещения новых площадок для развития, а сама дорога, которая запущена была совсем недавно, это тоже зона притягательна для инвестиций. Так что нас ждет в не очень далекой перспективе, на самом деле, новое в развитии этой зоны, и, значит, новое в развитии Ростовской области. Мы этому будем активно способствовать. Теперь о качестве обслуживания пассажиров. Очевидно, что это то, что изменится в сравнении с действующим аэропортом. Это новый терминальный комплекс для пассажиров более 50 тысяч квадратных метров. Это возможность принимать практически все основные типы самолетов, которые могут быть. Это создание хаба, а мы на это и нацелены, который позволяет, существенно повлиять на экономику, на качество. Это возможность летать в другие территории, не только в России, но и за пределы нашей страны. Сегодня наши специалисты, вовсе авиации над этим активно работают. Не случайно мы приняли решение субсидировать некоторые маршруты вместе с регионами, куда летит самолет. И таким образом появляется возможность не через Москву добираться во многие точки России. Думаю, что это будет постоянно иметь развитие. Качество услуг, которые там есть, возможности, они совершенно другого уровня. Там появились новые установки по сканированию багажа пассажиров. Мы практически единственный региональный аэропорт, который будет это иметь, когда работает томограф, это безопасность людей. Там появились новые возможности для того, чтобы более приятным было время ожидания, потому что это совершенно другого уровня пространства, в котором много будет участников этого процесса и так далее. Поэтому я уверен, что качество будет заметно лучше, оно будет меняться, оно будет оттачиваться. По крайней мере, мы за этим будем следить, потому что сегодня Ростовская область или правительство области участвует, как участник процесса, в том числе и в составе акционерного общества. Нам не будет безразлична, и любые обращения людей в этот период времени должны быть внимательно рассматриваться. Аэропорты регионов, компания достаточно известная, она не только участвует в этом аэропортовом комплексе и в ряде других. И я знаю, что качество их работы неплохое. Ну, по крайней мере, я увидел, что появлением их здесь и здесь, в старом аэропорту, мы увидели новые элементы обслуживания, которые удовлетворяют потребностям пассажиров. — Василий Юрьевич, а подробнее можно остановиться на том, как будет даже сейчас, в первое время, организованная работа по доставке пассажиров в аэропорт? — Я знаю некоторые казусы, которые уже возникли. Некоторые люди приехали в аэропорт, например, желая улететь 27 ноября. Когда они спросили, откуда вы взяли, это они говорят, ну как, сказали, что правительство открыло аэропорт, да, правительство объявило о том, что он зарегистрирован как аэропорт действующий. Даже в промежуток от 27 до 30 были подписаны несколько документов, например, протокол межведомственной комиссии, который является последним документом, разрешающим эксплуатацию. Так что аэропорт у нас 1 декабря, он фактически открыт. Если бы любая компания пожелала там совершить посадку по определенной процедуре, она могла это получить. Всего, кстати, в нынешний аэропорт к нам летает 40 авиакомпаний. Это значит, с каждой из них перезаключены уже соглашения, они могут дальше уточняться, но этот процесс будет проходить постепенно. Важно донести до людей информацию, откуда летит самолет, потому что действующий аэропорт открыт до 1 марта. Это процесс синхронного перевода всех служб, но при определенных условиях он может также эксплуатироваться, до этого времени. А если говорить о транспортном сообщении, то мы для начала закупили 20 автобусов, вместимостью от 16 до 20 пассажиров, Мерседесы, которые будут иметь соответствующую раскраску, оформление. И два маршрута, которые для начала определили, это от основного нашего вокзала, здесь железнодорожный вокзал находится, куда более 400 маршрутов транспорта ежедневно сходятся. Из этого места через левый берег по М4 и затем от М4, 2,5 километра до аэропорта. И второй маршрут от пригородного автовокзала, откуда будет следовать по Шолохово, затем уходить на новую часть дороги уже от севера, на обходы, и тоже приходить в аэропортовый комплекс. По времени, вот расчетное время, один час закладывается в движение этих маршрутов. Движение будет через каждые 30 минут, по-моему, ночью и 20 минут днем. Стоимость билетов от 75 до 95 рублей. Вот такая информация, это те расчеты, которые произвели, но поручение Минтрансу состоит в следующем. Мониторит каждый день работы. Видеть, насколько это удобство для людей, как автомобиль действительно движется по времени, если нужно вносить какие-то коррективы. Но делать это таким образом, чтобы это был такой живой организм, который учитывает все нюансы, в том числе и по количеству транспорта, по качеству транспорта и так далее. Василий Юрьевич, по итогам 2016 года Ростовская область была поощрена правительственным грантом в размере 1 миллиарда рублей. Какими цифрами завершается год нынешний в донской экономике, год юбилейный? Да, это оценка правительства. Мы действительно оказались в числе трех регионов по объему гранта. Московская область, и Татарстан, и Ростовская область. Это итоги 2016 года, итоги социально-экономического развития, когда рост объема промышленного производства, сельского хозяйства имел двузначный рост. То есть это очень хорошие показатели. Здорово, что они выше среднероссийских темпов. Сейчас мы находимся в завершающей стадии текущего года. Полностью подведены итоги работы за 10 месяцев. Если говорить об 11, то традиционно где-то к 20 числу следующего за отчетным месяцем. У нас неплохие показатели, хорошая динамика. Порядка 11% рост промышленного производства, порядка 8% рост сельскохозяйственного производства. Рост по строительству, неплохой рост по инвестициям. У нас хорошая динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций больше предыдущего, порядка на 20%. Ну и планируем по завершении, надеюсь, что уже теперь специалисты правильно считают и составляют эти прогнозы, иметь примерно 2% рост вала регионального продукта. Это 1,4 триллиона рублей. То есть очередное движение. Собственно говоря, динамика хорошая. Регион, в том числе и на уровне среднероссийских показателей, опережает по ряду показателей среднероссийский уровень. Окончательные итоги, конечно, по завершению года, где-то 20-25 числа, мы будем знать статистику по 11 месяцев. Ну и теперь задача у всех, в общем, одна. Если говорить о правительстве, это выполнение государственных программ, выполнение указов президента, которые имеют социальную направленность. Ну и, естественно, взаимодействие с нашими отраслями экономики, я говорю о министерствах промышленности, сельского хозяйства, строительства, социальных министерствах, которые должны во взаимодействии отработать завершающую часть 2017 года, чтобы рассчитывать на следующий грант по итогам 2017 года. И такая возможность, мне кажется, существует. Ну вот, кстати, о поощрениях, о грантах. В этом году вы учредили новый вид поощрения. Это почетные дипломы трудовым династиям Дона. Что вас подвигло на это решение? Трудовая династия Дона, так и называется этот диплом. Ну, собственно говоря, я увидел, что в ряде отраслей нашего хозяйства регионального трудится не один человек, а семьи, трудится поколениями. Впервые я обратил внимание на тех, кто трудится уже на железнодорожном транспорте, когда на сцену вышло более десятка человек, и те, кто работает, и те, кто помоложе, и те, кто уже не работает, а находится на нашлуженном отдыхе. Это действительно производит впечатление, такая семейная традиция, если хотите, приглашать молодых в отрасль, которым трудились отцы, деды. Ну и появилась идея посмотреть повнимательнее на это. По крайней мере, многие предприятия действительно создают условия для того, чтобы к ним приходили люди, и я знаю это, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А учитывая, что в этом году агропромышленный комплекс неплохо потрудился, и более 13 миллионов тонн зерновых мы собрали, мы первые дипломы вручили на Дне работников сельского хозяйства в начале ноября текущего года. Традиционно планируем отмечать наши династии в конце апреля, перед первым маем, день труда, день трудящихся, и думаю, что это будет хороший пример для молодежи, хороший пример для тех, кто трудится в той или иной отрасли. Вообще, как известно, в мире принято создавать условия, если ты приходишь, например, я интересную историю, допустим, по Японии некоторое время назад слышал, когда человек приходит в предприятие, предприятие отдает многие годы работы в нем, он получает серьезные социальные преференции, а если он уходит с этого предприятия, в любом новом он должен их снова заработать. И это стимулирует приходить людей в теряные коллективы, в теряные отошли хозяйства. У нас таких примеров немало, кстати. И мне известно, что руководители многих предприятий, почему я сказал о селе, наоборот, стимулируют, особенно в сельской местности, молодежь оставаться в агропромышленном комплексе, создавать, если хотите, новые условия для развития производства, тем самым сохранять такую хорошую традицию, чтобы приходили молодые люди трудиться, до куда пришли их родители. Хотя, конечно, это выбор самих людей, но когда такие примеры есть, кстати, отдельная тема, например, шахтерской территории, вот я из шахтерской семьи, неизвестно, что, особенно в период, когда угольный отошли Ростовской области показывали большие объемы добычи, это были 70-е годы тогда, сын приходил туда, где работает отец, и такие примеры были многочисленные. Престижная была профессия, денежная. Она была хорошо оплачиваемая, хорошо социально защищена, и таким образом это условия для кадрового обеспечения молодыми людьми в будущем. Думаю, что так происходит во многих отраслях хозяйства Ростовской области сегодня. Василий Юрьевич, на днях Вы огласили очередной инвестпослание. Какой настрой бизнеса, какие цели и задачи на 2018 год? Известно, что бизнес Ростовской области, на мой взгляд, один из самых активных в стране. 155 тысяч индивидуальных предпринимателей, большое количество малых и средних предприятий. И вообще это некая сегодня, я бы сказал, палочка-выручалочка. Бизнес быстро ориентируется по изменяющей ситуации, он быстро видит изменяющую ситуацию по конъюнктуре и очень быстро реагирует. Поэтому наши резервы очевидны в развитии малого и среднего предпринимательства. А на инвестпослании, это же была одновременно еще международная конференция, которая рассматривала вопросы поддержки экспорта, мы как раз говорили о возможностях вывода малых и средних предприятий на экспорт. У нас очень хорошее сегодня сальдо, у нас экспорт более чем на 3 миллиарда долларов, превосходит импорт. Это хорошая динамика, нам ее нужно сохранять, но очевидно для малого и среднего бизнеса необходимо создавать новые условия развития. Либо развития, либо создания малого и среднего предпринимательства. Поэтому в инвестпослании как раз на это и был сделан основной упор. Мы должны будем в следующем году продолжить работу по оптимизации тарифов для наших предпринимателей. Мы должны будем по-прежнему внимательно смотреть за избыточностью проверок и контрольно-надзорной деятельности, и ориентировать их прежде всего на предприятия, рискоориентированное предприятие, где есть риски, где необходимо лишнее внимание. Мы должны будем создать условия для того, чтобы административное давление на уровне муниципальных образований, региональных структур максимально снижалось. То есть наша задача не количество проверок. Наша задача создания условий для того, чтобы бизнес мог развиваться. Эту задачу ставит перед нами президент, и не так давно, когда рассматривались вопросы на заседании Государственного совета, президент очень четко, да и в послании президентском ровно год назад, было очень четко сказано, что бизнес требует поддержки и внимания. Это автоматом приходит к региональным властям и также должно восприниматься на уровне муниципальных образований. Наша поддержка через гарантийные фонды должна быть очевидной. И более того, она, а сегодня гарантийный фонд Россовской области, один из самых крупных в Российской Федерации. И бизнес пользуется его возможностями. Поэтому мы планируем эту составляющую сохранять как минимум, может быть, и добавлять. Среди нового, то, что появилось, я помню то, что мы сегодня отдельное внимание уделяем экспортной теме. И экспортоориентированные предприятия смогут получать под небольшие проценты по меркам сегодняшнего времени займы, в том числе и в наших фондах на уровне регионных. Мы подписали соглашение с экспортным агентством федеральным, где договорились о том, что Ростовская область в числе других регионов будет пилотным в России для того, чтобы также поддержать наш бизнес с выходом на экспорт. При этом, учитывая, что динамика развития экспорта в регионе одна из самых больших в Российской Федерации, это право и возможность мы получили. Ну а в целом, не говоря только об экспорте, инвестпослание определяло наше отношение в будущем. Там, где сработали новые механизмы, которые позволили поддержать наш бизнес, мы их должны тоже сохранить. Дальше. Есть примеры, когда новая система льготного налогообложения не сработала. И тогда нам необходимо посмотреть, почему. Почему бизнес это не устраивает, и мы должны работать в контакте постоянно. Поручение данной Министерству экономического развития, Министерству финансов оценить эту ситуацию по итогам текущего года, чтобы в течение 2018-го уже, может быть, вносить коррективы в наше региональное законодательство. И отдельное внимание тем территориям, которые уже имеют преференции, такие как Гуково. Когда мы сегодня говорим о том, что нам нужно добавлять, мы должны точно понимать, почему процессы идут медленнее, чем бы нам хотелось. И для этого нам предстоит вот этот анализ делать в постоянном режиме и, собственно говоря, постоянно перестраиваться, менять ситуацию, улавливая то, что реально влияет на динамику развития той или иной отрасли. Василий Ильич, в связи с этим в прошлом инвестпослании речь шла о том, чтобы добиться статуса территории опережающего развития для Донецка и Зверева. В ноябре это и произошло. И о Гуково тоже вы говорили, что, несмотря на то, что уже имеет город статус ТСР, резидентов оказывается меньше, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные налоговые льготы. С чем это связано, по-вашему, и как будет решаться эта проблема? Ну, если говорить о Зверево и Гуково, действительно, это Зверево и Донецк, действительно, это территории, которые на уровне Минэкономразвития прошли соответствующую комиссию, и теперь мы работаем с правительством Российской Федерации, чтобы официально они получили статус территории опережающего социально-экономического развития. И у нас такое Донское кольцо своеобразное получается, три города рядом, мы планируем определенную специфику придать каждой из этой территории, и снова же на фоне преференций и льгот, которые будут введены и вводятся на федеральном уровне, региональном, муниципальном, создавать условия для того, чтобы резиденты приходили. Если говорить о Гуково, да, действительно, нам хотелось, чтобы процесс шел более активно, сегодня там есть восемь резидентов, значит, ну, кстати, это совсем не отстающее, потому что если сравнить с другими территориями, у нас, по-моему, нас опережают набережные Челны и Тольятти по количеству резидентов, а в других местах и поменьше есть. Нас это не должно успокаивать, у нас есть своя территория. Так вот, основная проблема на Бонзле заключается в возможности получить инженерную инфраструктуру. Как известно, например, ГРС Гуково, пропускная способность газа, не позволяла новым абонентам присоединиться. Это решение состоялось, и мы рассчитываем до конца года, новый ГРС начнет работать. Только что в Питере мы с представителем «Газпрома» обсуждали эту тему, говоря не только о ГРС Гуково, но и о ГРС в Азовском районе. У нас продолжается работа по газораспределительной станции в шахтах. Новые абоненты, новые возможности. Некоторое время назад мы оценивали ситуацию по возможности присоединиться к сетям электроэнергии. Когда к нам приходили крупные структуры, то они запрашивали у нас объемы, которых там просто физически нет. Там сегодня есть порядка 60 мегаватт, а они запрашивали несколько больше. Вот решение вопросов обеспечения инженерной инфраструктуры, это и есть, может быть, самый главный тормоз в таких территориях, где появляются в том числе и тассеры. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. У нас хорошая динамика здесь. И сегодня есть резиденты, которые эту возможность не только изучают, но фактически занимаются тем, чтобы стать резидентами, уже получив участок земли и начинать заниматься этой работой. Аналогичным образом предстоит отрабатывать и в Зверево, и в Донецке, понимая, что ТОСР – это не только возможность бизнесу прийти туда. Вот задача властей – создать там нормальные условия по социальные. Можно себе представить территорию, опережающую социально-экономическое развитие, если там не решены вопросы детских садов, школ, здравоохранения, транспортного обслуживания. Это все в комплексе. Тогда это будет действительно территория социально-экономического развития. Вот на это мы и направляем свои усилия для того, чтобы люди не только работали, не только хорошую достойную зарплату имели, но и имели возможность в комфортных условиях проживать. Тогда молодежь здесь останется, тогда будет новое производство и новое развитие этой территории. Ну вот, кстати, Агуково. Этот город, наравне с другими городами Ростовской области, попал в годовую программу проекта формирования комфортной городской среды. Вот год прошел практически. Как Вы оцениваете результаты реализации этой программы и есть ли отстающие? Ну, мы посмотрим после 15 декабря, есть ли отстающие. Почему? Потому что программы завершаться должны до 15 декабря текущего года. Программа текущего года, 17-го. И на эти цели, на комфортную городскую среду у нас пошли территории Ростов, Таганрог, шахтерские территории и города, которые принимают чемпионаты. Мы действительно подведем итог не позднее, чем 20 декабря текущего года и оценим, кто успел, а кто, к сожалению, опоздал. С учетом этого, сегодня, в принципе, рассматривается и возможность продолжения этой программы на 2018 год. Если в этом году на эти цели уйдет 1,2 миллиарда рублей, то в 2018 году 1,4 миллиарда рублей. Плюс к этому я сейчас рассматриваю вопрос, как дополнительно поддержать некоторые территории Ростовской области. Если сейчас было 6 территорий, то в следующий год больше 20 территорий Ростовской области прошли в эту программу и получат определенные финансовые средства на реализацию программы комфортной среды. Одна тема – это приведение порядок дворов, и другая тема – это общественное пространство. Парки, скверы, набережные, улицы, прогулочные какие-то зоны. Мне известно, что там, где это уже сделано, люди высоко оценили. Я говорю сегодня о примерах по городу Донецку, по городу Азову, например. Люди увидели, что это другое ощущение. Я надеюсь, что аналогичным образом состоится и приведение в порядок Приморского парка в городе Таганроге, который пользуется попыряностью. Когда люди голосовали за него, что избрать, какое общественное пространство избрать, более 10 тысяч человек проголосовало именно за этот парк, значит, он пользуется популярностью. Работы у всех много, но условия простое. Активное включение в это жителей, использование уже наработанных правил оформления комфортной среды, участие не только в создании, но и в эксплуатации, в содержании вот этих вот территорий, это предполагает активную позицию всех жителей Ростовской области или конкретных жителей того или иного двора. Я считаю, это очень полезная, интересная программа. И там, где к этому отнеслись, я бы сказал, с ответственностью, там уже просто есть результаты. Если мы будем этими темпами подходов к таким программам работать и далее, то у нас есть хороший шанс получения дополнительных денег из федерального бюджета. Это значит софинансирование из областного бюджета. Это очень приличная сумма. За предыдущие десятилетия таких денег на благоустроительные, я бы сказал, на комфортные условия жизни просто не было. Сегодня они реально существуют. Возьмите парк в городе Ростове, который создается на левом берегу. Слушайте, там уже сегодня, по большому счету, все в порядке. До конца года будет основная часть выполнена, но он по плану сдается в апреле следующего года. Это и посадки, это и создание условий для детей, создание условий для взрослых. И думаю, что в период подготовки и проведения чемпионата он будет пользоваться особой популярностью. Мы на этом не закончим. Там есть другие планы, чтобы там очень притягательное место. Так что смотрите, парк на Ревом берегу, Грибной канал, зона стадиона и вокруг него. Даже сейчас это зона, которая будет притягивать, наверняка там будет интересно. Я был несколько раз и регулярно смотрю за этим. Может быть, такой особый проект. Мы ведь на Ревом берегу не имели до этого набережных. Не имели. Сегодня уже появилась набережная более одного километра. Начало процесса хорошее, эффектное. Думаю, что это имеет перспективу. Вы сказали, что те регионы, которые отнеслись с пониманием, у тех все хорошо. Но есть, наверное, которые не особо понимают необходимость формирования комфортной среды. Это тот случай, когда люди им подскажут. Люди подскажут, когда они увидят у соседей, когда они увидят в другом городе, когда увидят, что это качество жизни другое. Я убежден, что такие примеры будут. Даже те, кто сегодня, образно говоря, пока числится в отстающих, мы будем еще использовать меры, как говорят, воздействия. Поручение Министерства финансов состоялось, что если они не вписываются в реализацию этой программы, какой смысл выделять финансовые средства? Есть возможность сделать хорошо, и даже очень хорошо. Некоторые считают, что это не их тема. Но если не их тема, можно задуматься, может быть, это и не их работа? Понятно. Намек понятен. Василий Юрьевич, следующий год Вами объявлен годом детского спорта, а значит, и повышенного внимания к этой сфере. Какие планы и надежды на этот период времени? Вы знаете, у нас есть база, которая позволяет нам на тему детского спорта сделать в 2018 году приоритетной. Эта база состоит из спортивных комплексов, которые либо созданы, либо продолжают создаваться. В ближайшее время в Новочеркасске по программе «Газпром детям», бассейн, спортзал и ряд других объектов. Затем в Оксайском районе, затем в Орловском районе, затем в Новошахтинске. Это то, что мы говорили с председателем «Газпрома», что нужно завершать. Это более 100 новых площадок по программе «Областной» и программе «Газпром детям» в самых разных частях Ростовской области. Они должны быть задействованы максимально. Это существующие спортивные комплексы, которые требуют реконструкции, ремонта, поддержания. И новые планы, которые мы должны будем реализовывать от 2018 года. И такие планы есть по строительству. Нет некоторых спортивных комплексов, дворцов спорта. И, конечно, чемпионат мира по футболу, который оставит определенное наследие, позволяющее привезти туда детей. Наша тренировочная площадка – это все останется детям. И они хорошего уровня, хорошего качества. Не только поле, но и соответствующие сооружения, которые дают возможность их использовать. Если посмотреть на то, что мы имеем, это и всего лишь по плаванию. Более чем в 20 городах и районах, которые активно реализуются. Наша задача создавать в других территориях новые бассейны. Это всего лишь по шахматам, которые сегодня более чем в тысячи школ сегодня внедрен на территорию Ростовской области. Один из, мне кажется, таких ярких примеров. И я знаю, что родители, дети к этому хорошо относятся. Это пятиборья в наших кадетских корпусах. А для кадетских корпусов и бег, и стрельба, и плавание, и конная езда – это все близко. И я лишний раз обратил внимание тех, кто за это отвечает, что нужно поактивнее, пожестче работать, чтобы это уже действовало. И мы точно придадим этому определенные стимулы, толчок и в 2018 году. Но это внимание к детям в любой точке Ростовской области, для того, чтобы спорт был им близок. Но главное, им близок должен быть здоровый образ жизни. Поэтому в итоге своеобразного конкурсного отбора такая тема, как спорт детям и год детского спорта стала первой. У нас были примеры, когда мы обозначали Новый год, каким годом региональным названием были. Они неплохо работают вместе с федеральными темами. Ну и потом нужно не забывать, что президентом страны объявлено, начиная с 2018 года, десятилетие детства. Таким образом мы органично впишемся в эту программу, начнем и будем дальше двигаться. Ну вот вы рассказали о планах по развитию детского спорта, но это следующий год, там и последующие годы. А расскажите нам о планах ваших и вашей команды на ближайший месяц, на декабрь. Если говорить, кстати, еще раз о детском спорте, эта же тема, она была приоритетна и до этого. Мы просто акцентированно хотим ее обозначить в 2018 году, проведя несколько всероссийских соревнований на территорию города Ростова и Ростовской области. В том числе такие, как Спартакяда, Школьников и так далее, и так далее. Вот все это состоится, если мы в декабре месяце качественно отработаем и сформируем бюджет региона. Сейчас это находится в завершающей стадии, состоялось первое чтение, самое такое напряженное, это между первым и вторым, когда мы смотрим, а что же требует особого акцента. И в режиме каждодневного Министерство финансов сегодня работает. И, собственно говоря, министр докладывает о результатах этой работы. Министерство профильное выносит свои предложения, что они сделали, на что хотелось бы обратить внимание при формировании бюджета и принятии его во второй части. Поэтому декабрь месяц пройдет под знаком завершения года, но в то же время планирование всего того, что мы делаем на следующие периоды, 18 и 20 годы. Это главная, наверное, работа, которую нужно завершить до середины декабря. Также, кстати, в муниципальных образованиях до конца года они все должны принять бюджеты и понимать, как говорят, на что жить в 2018, 2019 и 2020. Предновогодние вопросы требуют всегда внимания. Это, конечно, снова же дети, потому что в период подготовки к новогодним праздникам, в рождественские дни всегда проходят губернаторские елки, большое количество общения с детьми. И таких мероприятий будет сотни, а может быть даже тысячи на территории Ростовской области. До конца этого месяца будут сформированы традиционные, графики и схемы организации работы всех служб жизни и обеспечения. И в новогодние дни у них работа. У них работа, и они должны быть особенно внимательны, чтобы людям создать комфортные условия для встречи Нового года. Пройдет значительное количество итоговых заседаний разных рабочих комиссий, которые будут рассматривать вопросы завершения года и планов на 2018 год. Городная разрубляет более десятка таких комиссий, это по решению федеральных органов власти. И мы послушаем отчеты руководителей и послушаем предложения по планам на следующий год. Как всегда, я планирую посетить несколько районов, городов Ростовской области. Это рабочие поездки в городе Ростове, где мы с руководством Ростова смотрим конкретные программы. Значит, это поездки, например, в Морозовский, Обливский, советские районы запланированы в декабре месяце. То очень совершенно, что без внимания не останется вопрос продолжения работы, связанного с чемпионатом мира 2018 года. Состоится рабочая поездка, совещание по подготовке гостиничного комплекса, гостиничного комплекса к работе. И мы не только посмотрим готовность гостиниц, но и посмотрим перспективу реализации. Кроме этого, очень важным является завершение программы текущего года по благоустройству территорий левобережной зоны города Ростова, территорий, примыкающих к стадиону и так далее. Ну и ряд комплекс других вопросов. Большое количество различных мероприятий, связанных с вопросами антирористической защищенности и безопасности на территории Ростовской области, в том числе в канун новогодних праздников, что всегда является предметом внимания губернатора, членов правительства и руководителей правоохранительных органов. Так что декабрь будет насыщенным, но интересным, как всегда. Ну, сами планируете, где встретить Новый год? На Дону. На Дону. С семьей, с супругой. Но, конечно, мы и, наверное, в эфире, в разных ситуациях, встретимся с жителями Ростова и Ростовской области. И предстоит подумать о пожеланиях, хотя я всегда не забываю об одном пожелании – мира, добра, самочувствия хорошего. Это, мне кажется, каждый друг другу желает в конце старого года, в начале нового года. И надеюсь, что желание, которое мы загадаем в новогоднюю ночь, когда куранты будут бить, оно обязательно сбудется. Спасибо, Василий Юрьевич. Ну и мы тоже участники программы «Главное о главном». Пожелаем друг другу добра, счастья, здоровья. На этом мы завершаем завершающую программу года. Спасибо всем. Сегодня в программе «Главное о главном» участвовали губернатор Ростовской области Василий Голубев, главный редактор телеканала «Дон-24» Анастасия Натальевич, программный редактор радио «ФМ на Дону» Инна Панфилова и главный редактор информационного агентства «Дон-24» Виктор Серпионов. Спасибо всем. До встречи. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин